Орлята учатся летать, а юные росгвардейцы стрелять, а еще драться в рукопашную, разводить бездымный костер и оказывать первую помощь раненым. В Фантамансийске подходит к концу первонедельная смена в военно-патриотическом лагере для детей юных росгвардейц. Среди воспитателей как педагоги кадетских классов, так и действующие ОМОНовцы. В программе огневая, строевая, физическая и прочая необходимая на службе подготовка. Подробнее у Павла Желтова. Огневая подготовка для юных росгвардейцев еще и шумная. По словам инструкторов из ОМОНа, это сделано для того, чтобы дети не только знали, из чего состоит оружие, но и хорошенько прочувствовали его работу. Впрочем, без ущерба для людей. Патроны для таких демонстраций используют холостые. Это пластиковый. Вот мы берем, ломаем. Это обычный пластик. Дети должны получить всестороннее представление о службе, ведь среди них могут быть потенциальные росгвардейцы. А настоящий боец должен не только уметь стрелять, но и оказывать помощь пострадавшим, уметь защитить себя в случае химической или радиационной угрозы. Среди воспитателей действующие военные. Утверждают, что времени на детей не жалко. Уверены, что оно потрачено не впустую. Чем раньше открытие и насыщеннее мы будем давать различную тематику нашей профессии детям, тем раньше они поймут, для чего мы, собственно говоря, выполняем свои задачи и вообще для чего мы находимся на своей службе. Кроме боевых наставников, с юными росгвардейцами работают и педагоги. Например, начальник лагеря Артем Менщиков, майор кадетских корпусов, говорит, что к ребятам, непривычным к кадетской дисциплине, нужен особый подход. Вопрос такой щепетильный. Приходится и майора включать. Ну и как бы отношение, конечно, к детям совершенно другое. Потому что дети на этой смене в основном городские, к кадетам не имеют никакого отношения. Ну, стараемся лояльно так относиться, искать какие-то возможные пути решения каких-то проблем. Всего этим летом лагерь посетит больше сотни детей. Среди них есть и девочки. Их немного, но зато пришли они сюда вполне целенаправленно. Вера Калачева, например, связывает свое будущее с армией. Хочет служить, как отец, воздушный десантник. Я в восьмой школе учусь, и там у нас как бы кадеты учатся. И мне понравилась эта тематика. Ну, я не успела туда попасть, мест не было. И вот узнала, что есть такой лагерь. Хотела записаться. Узнать, что это вообще. Пилотная версия лагеря «Юный росгвардеец» прошла в прошлом году. Правда, работал он в полсилы. Детей вывозили в поле лишь на полдня. А к обеду возвращали в город. Еще одно отличие от прошлогоднего лагеря – это круглосуточное пребывание. Живут юные росгвардейцы вот в таких палатках. По сравнению с родительским домом условия, конечно, спартанские. Тем не менее, довольно уютно и мягко. Переночевать недельку вполне можно. Павел Желтов, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.